МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На прошедшей недавно прямой линии с Рустемом Хамитовым был затронут вопрос конфликта с мусорными свалками в Волоколамске, на что Рустем Закиевич бодро нам доложил. Люди опасаются, что там будут размещаться свалки, что боимся, будет запах, будет грязь, будет мусор. Не будет. Не будет. Грязи, мусора не будет, запахов не будет, да и свалок не будет. Будем стараться вести дело цивилизованное. Так получилось, что совсем недавно на нас вышли жители города Белебия с просьбой разобраться с ситуацией, которая сложилась на территории этого города. Мы выехали сюда, в Белебий, и обнаружили совершенно чудовищную ситуацию. Прямо на территории города складируется порядка 30 тысяч тонн нефтешлама, который является опасным ядовитым веществом. Вот, собственно, мы попали на территорию Белебиевского механического завода, бывшего, я так понимаю. И вот тот самый нефтешлам, который, судя по всему, сюда доставляется со шкаповского месторождения, который, в свою очередь, эксплуатирует нефтяная компания «Башнефть». И, честно говоря, это все очень не похоже на производство какого-то утепляющего или изолирующего материала, а скорее похоже на обыкновенное место складирования этого вещества. Мы видим здесь, что уже вот сейчас еще не все оттаяло, но уже огромное количество нефти и какого-то мазута, очевидно, нефтяного происхождения жидкости выделилось из этого шлама. Я думаю, что чем теплее будет становиться, тем больше его будет выделяться. Запах стоит очень сильный. Его, к сожалению, нельзя передать на видеозаписи, но запах ощутимый, запах нефтепродуктов. Все это находится в городской черте. Даже на мой непосвященный взгляд, здесь нарушены десятки, наверное, каких-то норм, потому что, во-первых, на территорию городских поселений подобные вещества в огромных промышленных масштабах ввозить категорически нельзя. Более того, наверное, их нельзя здесь перерабатывать, хотя этого здесь и не делается, по сути. На мой взгляд, мы видим ситуацию, когда нефтяная компания наняла какую-то компанию для утилизации. Вместо утилизации мы видим просто складирование, и фактически они здесь прячут эти отходы, не тратя практически ничего на их переработку. Природа вот этого вещества, на самом деле, это тот грунт в перемешку с нефтепродуктами и нефтью, который достается из скважин. Либо когда-то был извлечен и где-то лежал в районе месторождения. По правилам, по закону, по технологии, этот нефтешлам должен быть утилизирован. Этот нефтешлам не продукт хранения нефтепродуктов в емкостях, как иногда бывает, это именно буровой нефтешлам, 100%. Потому что обилие грунта говорит о том, что это не осадочная субстанция, которая образуется в емкостях хранения, а это именно продукт буровой деятельности нефтяной компании. Здесь очевидно просто свалка. Свалка высоко токсичных, опасных для здоровья людей веществ. Ну, попробуем сейчас набрать. Вот сейчас зачерпнем из разных мест, чтобы иметь общую картину того, что мы здесь получили. И вот немножко жидкого тоже. Ох ты, елки-палки. Субстанции. Вон прямо нефть выступает, радужная пленка образуется на поверхности. А также мы вот видим там то, что вот, видимо, осадки, дожди. Все это смешивается с этим веществом, и на поверхности у нас уже вон нефтяная пленка плавает. В общем, вот это вот хозяйство мы попробуем увезти в Уфу и попробуем сделать анализы этого добра. Вот мы сейчас с другой стороны подобрались к этой горе. Мы все еще на территории Билибейского вот этого механического завода. Мы видим, как под весом грунта вот этого шлама выдавливаются нефтепродукты. И сейчас еще, кстати говоря, не размерзлась вот эта почва, вот эта смесь адская. И когда она полностью растает, это все поплывет вот сюда. Это абсолютно беспрепятственное попадание нефтепродуктов в почву. То есть никакой обваловки, которая заявлена была, изначально здесь не существует и не существовало. Это просто терриконовое хранение вот этих вот опасных веществ. Вот там немножко левее мы видим забор покосившийся. Этот забор отделяет территорию завода от уже приусадебных участков жителей Билибея. То есть до них, ну, тут даже не десятки метров, а просто 10 метров и все. И вот эта вся субстанция в перемешку с водой, дождями и прочими вещами будет беспрепятственно поступать в землю, а значит и в воду. Потому что мы наблюдали здесь достаточно много колодцев у людей. И в районе частных секторов здесь в основном колодезное водоснабжение. Все вот это хозяйство, вероятнее всего, значит, вся эта нефтяная жижа будет поступать в грунт. Ну, наверное, не надо объяснять опасности экологической и там опасности для здоровья. Ну, и запах. Мы его уже с той стороны, когда подбирались, чувствовали. Но здесь, видимо, роза ветров устроена так, что, значит, отсюда вот эти испарения будут направляться непосредственно в город на жилые массивы. И еще раз, третий раз подчеркну. Вот это все находится в черте городского поселения. Вопрос, конечно, здесь не просто к природоохранной прокуратуре, а, по-моему, уже к просто прокуратуре. Каким образом вот это было допущено, это не иголка в стоге сена. Это гигантская свалка нефтяных отходов. Субтитры подогнал «Симон» Вот, собственно, у нас вот ближайший садовый участок. Уже видно хозпостройки. И слева от меня этот террикон нефтешлама. Очевидно, что территория завода используется под свалку, потому что завод уже очень давно не работает фактически. Часть помещений там сданы под какие-то пилорамы, а в основном цеха пустые. В конце 2017 года и первые месяцы, 2018 года на территорию городского поселения город Белебей были завезены четыре огромные кучи этого нефтешлама. Две из них складированы на территории бывшего Белебейского механического завода. Завод заброшен. На территории завода воздвигнуты две огромные пирамиды этого нефтешлама, из которых течет нефть, нефтепродукты в перемешку с водой, с какими-то ингредиентами и так далее. Как известно, в составе нефтешламов содержится грунт, нефть, частицы металлов, которые производятся при трении бурового оборудования, а твердые породы и так далее. То есть эта штука вообще на самом деле очень опасная, очень вредная для здоровья, содержит огромное количество нефтепродуктов и никоим образом не может складироваться не только на территории, например, полигонов твердобыдовых отходов, но и, естественно, на территории самого города. Сейчас мы попытаемся попасть на бывший ламповый завод, который здесь пытались построить и не построили. Есть сведения о том, что на его территории тоже каким-то образом складировалось, утилизировалось в кавычках это хозяйство. И посмотрим, есть ли там следы этого вещества. Также попробуем впоследствии попасть еще на городскую свалку, куда, опять же, пока по неподтвержденным данным, вывезли довольно большой объем этого вещества с территории механического завода. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Двух площадок на территории этого заброшенного завода Якобы для производства там Некого изолирующего материала Для полигона твердобытовых отходов Якобы этот изолирующий материал Должен был бы вывозиться потом При помощи и силами МУП Белебеевский коммунальник На территорию полигона ТБО Ну в целом бумажно на вскидку Эта история выглядит вполне правдоподобной Но мы не обнаружили на территории завода Никакого оборудования для утилизации нефтяного шлама А как известно нефтяной шлама Утилизируется несколькими способами Путем сепарации, отделения этих фракций друг от друга При помощи воды, пара, всевозможных центрифуг То есть есть несколько технологий Естественно все это достаточно сложный Дорогостоящий технологический процесс Который применен не был Нефтяной шлам просто тупо сваливался На площадке бетонированной во дворе этого завода А также гигантский объем Превышающий в 3-4 раза Наверное, если не в 5 раз Этот объем был свален рядом с свалкой Твердобытовых отходов города Белебея С наступлением весны Все это начало сочиться нефтью Нефтепродуктами Запах на территории завода Который находится в черте города Напомню, стоит ужасный Запах этот несет в город Который находится в низине Ну и с наступлением теплого времени года Я думаю, ситуация эта начнет только развиваться Теперь давайте попробуем проанализировать Каким образом такое вообще возможно было В этом городе и как это могло случиться Я ни на минуту не допускаю Что подобное могло случиться без участия Без покровительства, скажем, конкретно главы района И конкретно руководителей вот этих вот Муниципальных унитарных предприятий Тот договор, который заключен между ООО Нижневартовская экологическая компания И МУП Белебеевский коммунальник Он настолько незначителен по сумме Что, судя по всему, для этой Нижневартовской компании И была сделана какая-то чудовищная скидка По перевозке этих отходов Настолько, что, скажем, для граждан и юридических лиц Белебеевский коммунальник вывозит твердобытовые отходы Замечу, не химические отходы, а твердобытовые По 113 рублей за тонну А для этой замечательной Нижневартовской компании Они готовы были перемещать этот опасный груз Что-то вроде за 50 или за 60 рублей за тонну Это первое, что насторожило И второе, то, что действительно на самом деле В реальности картина чудовищная То есть вместо того, чтобы утилизировать этот шлам Шлам просто на самом деле прячется на территории города Он точно нанесет совершенно катастрофический Экологический ущерб городу И, ну, трудно сейчас сказать Каким образом можно будет его компенсировать Обращаясь в сторону экономики этой махинации Мы понимаем, что согласно действующим ныне Ценам на утилизацию нефтяного шлама А именно это 2500 рублей за тонну Общая сумма, которая, видимо, была получена от Роснефти Или будет получена по завершению контракта Она находится где-то в диапазоне 110-130 миллионов рублей Сумма, затраченная на перемещение этого нефтешлама Силами нанятых частных владельцев КАМАЗов Не превышает 10 миллионов рублей Это еще за глаза много В итоге мы видим, что вся эта компания Вся эта группа лиц А именно руководство компании Нижневартовская экологическая компания А именно глава Белебеевского района И его сотрудник, фактически, руководитель МУПа Они в конечном итоге получают на руки Порядка 100 миллионов рублей Чем чревата вообще вся эта история И что может произойти дальше Город Белебей не имеет источников питьевой воды Которые бы терпались из водоемов Типа рек, озер Либо каких-то еще крупных открытых водоемов Вся питьевая вода в городе получается Через артезианские источники То есть из-под земли По моим не очень точным подсчетам Скажем так, но ориентировочно В составе этого объема нефтешлама Содержится от 3 до 5 тысяч тонн Жидких нефтепродуктов По мере таяния вот этих гор Эти жидкие нефтепродукты Неизбежно начнут поступать в почву Какая-то их часть, конечно, сохранится В составе этого вещества Какая-то часть испарится Собственно, тоже не нанося особого пользы Здоровью окружающим Живущим вокруг людей А остальная часть уйдет в почву Внутри, под землей Вещества перемещаются На самом деле достаточно быстро Потому что попадая в какие-то Подводные течения В какие-то потоки Это все может очень быстро смешиваться И перемещаться на достаточно большие расстояния То есть велика вероятность того Что эти нефтепродукты Могут попасть в те пласты Водоносные Которыми пользуется город Для получения питьевой воды Мы это предполагаем Но у нас есть для этого основания Потому что вот этот объем Нефтяного шлама Насыщенного нефтяными продуктами Он у нас перед глазами Мы его видели и даже взяли пробы Которые привезем в Уфу И попробуем передать людям Обладающим большей компетенцией, чем мы Налицо на самом деле Ситуация близко к катастрофической На территории достаточно крупного Населенного пункта А в Белебее проживает 60 тысяч человек Складируется Несколько десятков тысяч тонн Токсичных нефтяных отходов Складируется самым варварским способом Под открытым небом Никакой обваловки, заявленной ранее Там не существует Это все просто лежит в чистом поле В непосредственной близости от жилых массивов И в черте города Я обращаюсь по трем адресам Первое Это Минэкология Республики Башкортостан Я полагаю, что этим вопросом Нужно заинтересоваться И не только формально затребовать документы А выехать на место Произвести замеры Подсчеты Взять пробы И дать четкую оценку тому Кто и каким образом Допустил подобную ситуацию Второй адрес Это наш профессиональный борец За интересы экологии Госпожа Шагапова Которая в последнее время Исключительно занимается легализацией смертной казни В России Уважаемая Руфина Аликовна Давайте пока на время забудем О смертной казни Я думаю, что и без вас найдутся горячие головы Которые за это дело возьмутся А вы, пожалуйста, займитесь своей непосредственной обязанностью И займитесь, пожалуйста, городом Белебеем Займитесь, пожалуйста, вот этими жуткими отвалами нефтяного шлама Разберитесь, докопайтесь до истины Найдите виновных И наведите справедливость А самое главное Найдите технологические решения По компенсации вот этой всей истории То есть там не просто нужно найти и наказать виновных А нужно найти технологическое решение По ликвидации вот этой вещи Которая грозит экологической катастрофой городу А также я, конечно, обращаюсь к нашим штатным придворным экологам Господам Веселовым и прочим Которые в последнее время как-то притихли совсем Я думаю, настало время заинтересоваться им подобными вещами Подключить все свои могущие и не очень могучие советы И всевозможные, значит, органы, которые нацелены на решение экологических проблем И также заняться городом Белебеем Также найти виновных и также найти технологические решения Я полагаю, что экологическому департаменту Роснефти Стоит обратить пристальное внимание на ситуацию в их структурном подразделении Башнефть И на то, как контролируется исполнение своих обязательств со стороны подрядчиков Потому что нам известно, что история с уклонением от функции утилизации нефтешлама Для ООО Нижневартовской экологической компании не первой В городе Нягань в 2014 году произошла абсолютно аналогичная история И также, значит, был страшный скандал Местные жители, значит, обнаружили вот это вот складирование этого нефтешлама Требовали его утилизации и так далее То есть это не первый случай со стороны этого подрядчика Я считаю, что Роснефть должна самым тщательным образом проанализировать Те многочисленные контракты, которые исполняла для них эта компания Потому что велика вероятность того, что где-то есть какие-то недоработки Если говорить мягко В данном случае есть, на мой взгляд, признаки, все признаки мошенничества Потому что на самом деле не выполнена основная функция контракта То есть само вещество не было утилизировано Оно не было модифицировано, не было разделено И предпринята попытка его похоронить фактически в открытый грунт То есть даже не присыпав сверху земелькой Так что вот Роснефть и есть о чем задуматься Помимо того, что профессиональные экологи и депутаты от экологии Должны дать оценку и найти способ решения сложившейся кризисной ситуации в Белебее Я полагаю, что Рустаму Хамитову пора задуматься о той мере доверия Которую он испытывает к главе Белебеевского района Понять, насколько глава района лично и с корыстными интересами участвовал в этой операции Потому что надо полагать, что ни о каком упущении, недоразумении или халатности речь идти не может Я абсолютно уверен в том, что глава района лично и сознательно участвовал в этой операции Эта операция действительно принесла много денег ее осуществившим силам И надо задуматься, не было ли у главы района прямого, корыстного интереса все это сделать Нанося при этом сознательно колоссальный экологический урон центральному населенному пункту района Об этом Рустаму Закевичу нужно задуматься в первую очередь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова